Всем привет! Меня зовут Константин Фетченко, вы на канале Киззэскай. Сегодня я расскажу о событиях весны 2020 года. Мы забирали самолет, вылетели из Украины частным самолетом, полетели в Боснию с посадкой, с дозаправкой, забрали там самолет, вернулись обратно. Это был разгар коронавирусной пандемии, все закрыто, все было очень сложно. Но мы справились и, собственно, записали этот ролик. Были сомнения, есть ли интерес в такого рода видео у зрителей? Пишите в комментариях, если вам интересно. Подписывайтесь на канал. Приятного просмотра! Идем на аэродром. Ребята вылетели по плану, мы заправились, готовы к полету. Погодка обещает быть солнечной. Как я уже говорил, летим частным самолетом. Самолет летит из Днепра, самолет Муни. Ребята уже в пути, на подходе. Выполняем полет на Тумы, где мы забираем нашего коммершал пайлот Костика. Популярного влогера, да? Да. Плюс профессионального пилота, плюс хорошего друга. И далее, вот по такому пути, вот так, раз, 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 раз. Дальше море. Прокажу нас точкой. А мы вам машем. Вы нас видите? Вижу тебя, ты на машине, да? Снимает скрытая камера. Молодые, но храбрые пилоты. Добрый день, дорогие друзья. С вами ***, вы на канале ***. Привет. А как же маски, ребята? А мы взяли, у нас есть. Ну, погнали. Проверяем мотор. Опа. Приехали. Молоток принести? Понятно. Друзья, сейчас у нас такая история. Мы собирались взлетать, делали стандартные проверки перед вылетом. Проверка магнета. Одного из магнета показалось, что оно полностью не работает. Пытаемся устранить неполадку своими силами. И продолжить наш полет. Собственно, начать наш полет. Проверка – это когда мы перекинем местами. Просто вот эти центральные перекинем местами и посмотрим, что за голову. Тот же заглон в порту или не тот же. А потом я начинаю раз выводить, допустим, первый отключаю. Ну, там и так, и так масса. У меня ничего не происходит. Работает второе. Отключаю второе, а на первом тоже масса. Он глохнет сразу. Продолжение не начавшегося полета. В Боснию, в Югославию. Купив себе коня, прыгал в Боснию на заработки в Югославию. Ферман старый. Ну, не старый, но бывший. А на самом деле ждем техническую помощь. Будет лететь аж из Мелитополя, если я не ошибаюсь. Высококлассные специалисты Виталик и Серега. Дали Будэ. Женя встречает самолет. Саша встречает самолет. Они сейчас служат знаками. Они служат знаками и вот самолет. Восвятая солнце. Экспертиза посредством определения запаха. Самолёт починили, летим. Приняли решение садиться в Гоголеве, дозаправиться и продолжить. Что там у них, какой 120 сейчас? У них 01.19. 126.25. 126.25. 75. Отличный. Нормально. Он теперь не тормозить может. Аплодисменту. Я же говорил, спорт никогда не выпишет. В этом полосе будет видно. Вот наша полоса справа. Вон. Подожди. Да не, руки переходи. Ну мы пролетели уже. Да. Ну вот она. Слишком быстро и слишком высоко предлагаю. Сейчас. Слишком очень быстро. Ну да. Убери газ. Малый газ. Малый газ. Малый газ. И резко не убирай газы. Я знаю. Тай будет. Попробуем. И фару посадочную ему включи. Включи. Подожди. Он смотрит. Думает. Что за хуйня. Прямой. Шасси. Да. Выпусти. Закрыл. Еще газку низко. Газку. Газку. Да. Три красных. Видишь? Довно быть две белых и две красных. Низковато. Вот так и подержи. Газку побольше. Подожди. 80. 90 идем. Ну 90 иди. Нет никаких проблем. Но у тебя куплена вся полоса. Все нормально. Семьдесят. Шестьдесят. Семьдесят. 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 Красивенько. Аплодисменты. Машина. Прилетели во Львов. Лучше вечерняя заправка, чем утренняя спешка. Но если машина поломалась, ее обчинили вполне. Это было чудо. Практические автоматации. Да. Семьдесят. 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 Ой, давайте здесь. Здесь кальян есть. Авиаторы в поисках еды. Мы в отеле. Времени на отдых менее 4 часов. Планируем ранний вылет. Поэтому до утра. 5 часов утра. Выдвигаемся в аэропорт. Надеемся успеть долететь до Боснии. Из Боснии я пересаживаюсь и лечу в Белград. Дозаправка. После этого Румыния. А Радя. И, надеюсь, Львов. Посмотрим. Стоять. Не рекомендую. Стоять. Начинать летать в карантин и спады. Да. Да. Костя, ты слышишь? По телетрапу, чтоб ты понимал. Да. Это модная штука. Это очень дефицитно сейчас на сегодняшний день походить по телетрапу. Сейчас за это нам приходится платить большие деньги. У нас VIP транспорт. В районе аэродрома и на предпосадочной прямой наблюдаются стаи птиц. Ветер. Тихо. Погода хорошая. Температура 0,2, точка роты 0,1. Сейчас слушаем погоду актуальную по аэропорту Львов. Для того, чтобы получить условия. А у нас полет по приборам. Так как в Сербии по какой-то причине визуальный план не проходил. Льва Флышка и неформлю мосьера. Разрешите запуск двигателя для прогрева двигателя. Неформлю мосьера. Разрешаю запуск двигателя. Разрешили запуск. Самое главное это не остаться голодным. Но еще важно сходить в туалет в таком самолете. До полета, естественно. Ваше здоровье. Все готовы. Да. Влетаем. Влетаем. Поехали. 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 Скорость растет. Отлично. Да. 60. 60. Герза. Поехали. Смотри сколько истребителей слева. Кто видел вообще обращали внимание. Да. Тут же большой этот. Ну они уже все отжили свое. Нет. Тут же большая летная группа. Это один из тех истребителей. Который разбился тут по Цехову. Ага. Скнылов. Да. Скнылов. Да. Скнылов. Да. Скнылов. Туман. Который мы видим буквально. На площади нескольких километров. Часто. Мы расстраиваемся. Когда погода не дает улететь. Аэродром вот затянут таким туманом. Мы находимся в двух километрах. Смотри. Тебе нужно лететь по радиалу. То есть. То есть. Тебе нужно зелененькую. Работать Эльваврадар. 120. ГОРОДАР. 120. 525. Юнифом. Лима Сьерра. И вправо нужно будет поворачивать. Через одну милю. На ВОР. Доброе утро. Набираю шелом полета segundo. Так. Поворачив вправо. Курс. Нам нужно на обратный курс и на ворп пойти. А полностью обратно, да? Да, да, да. Мотор. Итак, мы находимся на круизе на 12000. Видно, что некоторые пилоты не спят. Что, в принципе, нас очень надо. Некоторые пилоты спят. Что, в принципе, тоже нас сильно спасает. Потом можно будет меняться. Очень хороший ground speed 165. Вот. На этом мы прощаемся с зрителями Костиного канала. Желаем им всяческих успехов. Счастья и здоровья жениха богатого. Пока Костя сбит, можем на его канале пошалить. Пошалить. Понял? Вот посмотри вправо, аэропорт Сегет. Вот. Подожди. Откуда ты этот пильерский знаешь, а? Ну я ж учился здесь. Вот аэропорт справа. А, вижу, вижу, вижу. Да. Да, ну, он там. Да. Мы раздремем три пильера. Да, вот. 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 Работаем, да? Сколько? Получился. Платров. Платров. Если вам, собственно, вообще не то интересно, пишите в комментариях. Хотелось бы знать, интересно ли это вам. Да, баки-то уже пустые. Красивее. Бэктрек два Чарли. Юнифом Робби Алфальмассиера. Сели в Белградину до заправки. А где Чарли? Знаете, осталось, да? Да, да, да. Бэктрек. Ага. Давайте я вам расскажу, как проходит процесс заправки. Обычно перед посадкой запрашивают диспетчера, нуждаемся ли мы в заправке. Если мы подтверждаем, то нас посылают на стоянку, где можно проводить заправку. Иногда это возможно не везде. Или есть автоматические колонки, как на автомобильных заправках, где вы можете заплатить прямо картой и заправить столько топлива, сколько вам нужно. Это происходит автоматически без участия человека. Приезжает тракт. Мы удостовериваемся, что это Афгаз, на нем написано. Смотрим документы. Пилот подписывает документ, в котором он указывает, сколько топлива ему нужно. И, собственно, после этого только начинается процесс заправки. Подключают заземление, чтобы не возникло искры. Вот, можно здесь показать, чтобы не возникло искры в момент заправки, когда пистолет вставляют в бак. Ну вот, сейчас проведут заправку, мы снова подпишем, что все соответствует количеству топлива и сам вид топлива соответствует заявленному. Никола Тесла аэрпорт, Белград. По чему топлива? 150 метров 130 метров. По дну я. Даже меньше. Даже меньше. Переезжаем сюда жить. Если Афгаз везде был столько, я пришел опять. Быстро видно. Это чего-то recipro defeating customers. Это куда-то нормальная готовность уплотнаем, пока всех ждет в 3 горы и в 2012. Егоły и... Переезжаем сюда за Stepлив Docker. Сколько Chris Мампостоно ходил. Погода с Казати Kathy, Ольга Дукова. Погода с китада. Субтитры делал DimaTorzok 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 Мне нравится Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Отель можно снять только если у тебя есть знакомый пилот у которого есть отель Иначе все закрыто Карантин Что можно было еще купить в Умении кроме как мич? Это такие традиционные колбаски, смесь трех видов мяса. Баранина, свинина и говядина. И муштар, горчица, а на него острая. Хлеб и бэроны фильтраты, нефильтрованное руминское пиво. Всем доброе утро. Как вы видите, погодка шепчет. Поэтому полет, скорее всего, не состоится. Или состоится ближе к вечеру. Друзья, поймал окошко с погодой. Срочно вылетел из Румынии. Даже ничего не снимал по дороге в аэропорт. Вот видите, какая ждет нас дальше погода. Погодка, конечно, радует по пути из Румынии. Сзади такое прекрасное, солнечное. А вот что нас ждет спереди. Конечно, эта погода не для полетов. Это совсем не для полетов. Посмотрите, дождь идет и не видно ничего впереди. Просто в случае посадки это будет посадка в очень сложных метеоусловиях. Очень подниму. Уромка, пожалуйста. В gegenüber. Да, это kanssa. какой-то хлеб, естественно, йогурт, какие-нибудь сладости. Да, друзья, мы уже в Украине. Самое время немножко порадоваться, потому что она нас встречает солнцем. Солнце. Сзади Мукачева, наверное, против солнца будет видно плохо. Блестят только крыши домов. Карпат и справа Гаверла. Но вот Гаверла находится, по всей видимости, в облаках. Хорошая есть штука в навигации в том, что когда ты планируешь маршрут, то здесь есть минимум safe altitude, это минимально безопасная высота. Это плюс 1000 футов над препятствиями. И, возможно, над горной местностью плюс 2000 футов. Я не знаю точно, как эта программа планирует. А вот здесь, ну, здесь было запланировано 4900, это случайно. То есть летим мы сейчас 5500 футов по Кьюин-Хоа. 1.0.1.3. По давлению 1.0.1.3. Вы знаете, бывает летишь и ничего, а бывает летишь и вот такая красота. Посмотрите на это небо. На эти горы. Всегда бы так летать и наблюдать такую красоту. Подхожу к аэропорту Львов. Подхожу с довольно большим углом и малым удалением от полосы. На таком самолете можно себе это позволить. Львов провожает дождем. Но, в принципе, погода довольно-таки летная. Просто нужно обходить вот такие вот ливневые очаги. И все будет хорошо. Самолет доставлен, несмотря на все беды и невзгоды и прелести погоды, так скажем. Ну, мы проделали этот путь. Будем сейчас зачеплять самолет и оставлять его отдыхать. Оставляем самолетик здесь. Ну, а я направляюсь в Сумы к себе домой. Спасибо, что смотрели. Мы с вами проделали больше... Мы с вами проделали несколько тысяч километров. До свидания.